Девы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас я снимаю ваш второй прогноз на неделю вперед с 13 по 19 марта 2023 года. Работать сегодня будем с Таро Мьюз, а также Оракулом Путь Йога. Посмотрим, каким образом буду не раскрывать энергии этой недели, к чему вам нужно будет подготовиться и на что обратить внимание. Итак, позитив, негатив и совета карт. Что у вас здесь? Туз Пентакли, восьмерка Пентакли и колесница. Ой, у вас такие шикарные карты на эту неделю. Прорыв, новые возможности, увеличение заработной платы. Для кого-то обретение работы, для кого-то повышение по карьерной лестнице. Опять же, долгожданная покупка автомобиля, либо, допустим, вы меняли автомобиль, состоялось, да, то есть вот, наконец-то, траты на поездку, на путешествия, на отдых. То есть здесь движение, здесь активность и здесь действительно очень плодотворный период. Если смотреть эту триаду карт с точки зрения личной жизни, смотрим для тех, кто у нас свободен, то здесь по аркану маг, действительно, посмотрите, есть перспектива встретить человека. Причем здесь, если судить из этих карт, это на базе общих интересов, это единомышленники, либо люди, с которыми вы работаете. То есть тут вопрос служебного романа. Очень часто вы мне задаете подобного рода вопросы, а если у меня только женский коллектив, а где же я познакомлюсь, да, там или наоборот, у меня там только одни мужчины, где встречу девушку. Не обязательно это подразумевается, что там у вас на предприятии, потому что, по сути, в течение своей дня, недели жизни вы обращаетесь за деловыми контактами ко множеству людей, будь то стоматолог, или вы пошли на тренировку к тренеру. У вас с ними деловые взаимоотношения, товарно-рыночные, потому что вы людям платите за их консультацию, за их услуги. Поэтому здесь, если смотреть по этим арканам, действительно есть такова перспектива. Если вы у нас в любовных треугольниках, то по девятке чаш. Здесь это страсть, это любовь, это физические удовольствия, это подарки, это желание дарить, одаривать любовью, вниманием, заботой, это материальные ценности. Опять же, может быть планирование совместного отдыха, отпуска. Поэтому, если вы были нацелены на такие результаты, вы обязательно их получите. Если же вы у нас в стабильных связях, то здесь у вас падает король Пентакли. Король Пентакли – карта постоянства. Укрепление союза – это акцент на стабилизацию семейного бюджета, на увеличение вашего дохода и ваших ресурсов. Опять же, приобретение каких-либо ценных вещей для вашего дома. Поскольку сам по себе аркан у нас, естественно, карта двора, он может говорить о позитивном, положительном влиянии третьих лиц, в частности короля Пентакли, на ваш союз, на ваши взаимоотношения. Но в большей степени карта здесь показывает характеристику текущих взаимоотношений, а именно нацеленность на результат, на доход, на инвестиции в какие-то совместные проекты, совместное имущество. Поэтому здесь все прекрасно. Если триаду смотреть с точки зрения работы и заработка, и вы, допустим, на текущем этапе у нас не работаете, то восьмерка шестлов – это идея, это прорыв. Здесь действительно будет работа, но дистанционного характера. Будет увыд копирайтер или просто какая-то издельная плата труда за какой-то выполненный объем работ. Но тем не менее, таковы перспективы есть. Не теряйте этой возможности, этого случая действуйте. Если же вы у нас в статусе соискателя, семерка Пентакли говорит, что вот здесь период ожидания, он практически подходит к концу. Почему? Потому что успешно пройденное собеседование, это фактически вашу кандидатуру, здесь утвердили, но будет идти процесс, знаете, как обработки ваших документов. Но уже, думаю, со следующей недели вы действительно приступите к своим рабочим обязанностям. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является наемным сотрудником, о чем здесь говорит десятка мечей. Это как прекращение работы на текущей должности, переход на новую, то есть повышение карьерный рост. Для кого-то действительно вообще, в прямом смысле слова, это может быть уход на новую работу с более высоким окладом, с более комфортными условиями труда. Ну и третья категория, если смотреть по этим картам, это просто будет период отпуска, отдыха, и как следствие вы здесь просто не работаете. Если же у вас свой собственный бизнес, по десятке чаш, жизнь полная чаша, прибыль очень хорошая, более того, знаете, как атмосфера комфортная. Привлечение ваших родственников, членов семьи, друзей к расширению вашего дела, вашего бизнеса. Это стабильность, это радость, это процветание. Для кого-то открытие новых филиалов в других регионах, городах или странах, поэтому здесь все прекрасно. По состоянию здоровья обращаем внимание на опорно-двигательный аппарат, особенно у кого есть проблемы с суставами, потому что здесь нужны какие-то профилактические меры. Понятно, что это может быть лечебная гимнастика, но помимо всего прочего, туз-пентакли, восьмерка-пентакли, как правило, связки часто дают указания на прием каких-либо укрепляющих препаратов по рекомендации врача для того, чтобы эту ситуацию устранить. Что у вас здесь в негативе? Тройка чаш, луна и, как мы видим, у нас здесь падает король мечей. Так, если смотреть с точки зрения состояния здоровья, для кого-то это, знаете, плановый чекап-лист, либо, допустим, неплановый, и здесь могут быть проблемы, направленные на запущенную ситуацию, особенно у тех, у кого артрит, артроз. Поэтому здесь, знаете, как будете заниматься этим вопросом. Еще, у кого, я не могу сказать, что нестабильное психоэмоциональное состояние, у кого часто бывают перепады настроения, тревожности, либо депрессивные состояния, то тройка чаш, луна и король мечей, это проработка с психологом тех блоков, тех ваших ощущений, которые отправляют вам жизнь, да, исправят ситуацию. Опять же, тройка чаш, луна и король мечей, будьте осторожны именно с вопросами диеты, тем более, допустим, которая не назначена вам врачом, а вы там, допустим, ну не могу назвать, занялись самолечением, давайте так, самоподготовкой к летнему периоду, потому что здесь это может привести к коликам и нарушение работы поджелудочной железы. Поэтому здесь очень осторожно. Ну и в целом, если это касается вопросов любовных треугольников, то вас может напрягать ситуация того факта, что вам приходится эти отношения скрывать. Если смотреть на совет и на рекомендацию этого периода, как вы видите, у нас здесь падает пятерка пентаклей. Выход из кризиса, выход из пут, но здесь, видите, тянется рука помощи, но в большей степени такая позиция, помоги себе сам, потому что спасение утопающего, это дело рук свободных. Самого утопающего. Знаете, как взять себя за шкварник и, как говорится, вытянуть из какого-то периода застоя, кризиса. Опять же, не пребывайте длительный период, в принципе, в каких-то депрессивных состояниях. Если вам сложно, не бойтесь обратиться за помощью. И еще в плане совета и рекомендаций пятерка пентаклей говорит о том, что думайте о своем будущем, потому что здесь, если смотреть в связке, в совокупности карт, идет такая красная нитью тема о том, что инвестиции, которые вы сейчас предпримете, даже если они очень существенно, знаете, как подчистят ваши карманы, но тем не менее, это вам будет во благо. Это ситуация, когда сейчас вы можете быть на нуле и в чем-то экономить очень сильно, допустим, вы покупаете там недвижимость или автомобиль, но впоследствии для вас это будет окуплено и оправдано, поэтому будете довольны. Если смотреть ситуацию, ну, относительно, давайте так, рекомендации от Оракула. Ой, какой у вас интересный падает Оракул, красивая очень карта. Вам выпала карта Аюрведы, светящийся и, самое главное, сияющий, потому что она указывает на то, что если вы на текущем этапе своей жизни потеряли искру, веру во что-либо, веру в положительные перемены или то, что там долго нет белой полосы или что-то не получается, то здесь как, знаете, как зажечь себя изнутри, найти смысл жизни, найти эту искру. У вас, если смотреть по этой карте, это в первую очередь служение какой-то серьезной, очень глубинной внутренней цели. Карта указывает, что вы несете искру энергии, она вдохновляет окружающих, потому что вы прирожденный лидер, поэтому здесь она очень еще хорошо перекликается с пятеркой Пентакли. Если вы хотите разбудить в себе потенциал, зажечь этот внутренний огонь, научитесь помогать другим людям, каких-то, может быть, словом, делом, советом, материальной поддержкой, то есть в силу ваших возможностей, потому что поступая таким образом, вы настраиваете контакт с вашим Высшим Я, и как следствие вам дают ту искру и то наполнение, вот это вот, с которым вы делитесь людьми. Вы подарили свою любовь, заботу, поддержку, вам возвращаются старицы, и загорается ваш внутренний огонь. Поэтому сияйте, светите, будьте сияющими, я вам искренне этого желаю. Пусть действительно эта неделя вас порадует, чтобы вы были довольны теми результатами, которые войдут в вашу жизнь. Ну а вы, пожалуйста, напишите мне по прошествии периода, как для вас отыгрался этот расклад и эта информация. Я вам буду крайне признательна за обратную связь. С вами не прощаюсь, до новых видео.